Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Ежемесячное оперативное совещание провел глава округа Алексей Спасский. Поступило 451 обращение граждан. За неделю было 7 отключений в систему жизнеобеспечения. В муниципалитете отметили широкую масленицу. В флэш-моб станцевали. Огромное спасибо организаторам. Вообще все здорово. В 24-й раз юноши школ округа сразились за звание «Рыцарь года». Постараемся удивить весь зал, чтобы все аплодировали нам стоя. 2 марта в районном центре культуры и досуга состоялось расширенное оперативное совещание главы Ленинского городского округа Алексея Спасского. По итогам работы за прошедший месяц. В нем приняли участие заместители главы администрации, представители руководства городских и сельских поселений, начальники предприятий, организаций и служб муниципалитета. Подробнее о мероприятии в сюжете Натальи Буслаевой. В начале собрания Алексей Спасский предложил немного изменить формат проведения традиционных ежемесячных совещаний. Вместо длинных отчетов о проделанной работе он попросил докладчиков высказываться лаконично и в основном по проблематике. Открывая мероприятие, глава городского округа рассказал о встрече с региональным оператором, прошедшей накануне. Результативно поговорили под протокол, взяли месяц на то, чтобы внести какие-то предложения. Я считаю, что с нашей стороны, с стороны управляющих компаний, совет многоквартирных домов и в этот же месяц региональный оператор должен отработать по той повестке, которая была сказана. К сожалению, министр Евгений Акимович Хромушин до нас не доехал, но тем не менее представители МинЖКХ были и я считаю, что поговорили достаточно продуктивно. Алексей Спасский также проинформировал собравшихся о новых назначениях. Начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы главного МЧС России по Московской области стал полковник внутренней службы Сергей Дешкин. А с 26 февраля начальником управления по обеспечению деятельности администрации муниципалитета назначена Светлана Тугова. В ходе планерки была заслушана информация профильных структур об анализе оперативной обстановки и деятельности экстренных служб. Поступило 451 обращение граждан. За неделю было 7 отключений в систему жизнеобеспечения, 6 электроснабжения, все плановые, 1 холодное водоснабжение плановое и 1 газовое отключение аварийное из утечки газа в квартире ПЛК-37. Бутай Бутаев доложил о работе над пилотными проектами детской поликлиники и неотложной помощи. Главный врач ВРКБ рассказал, что штат сотрудников больницы пополнили новые специалисты – терапевт, лор и врач ультразвуковой диагностики. Экстренных вызовов по надлужной помощи у нас было более 2000. Были выездные бригады у нас в разные амбулатории наших поселений, где было осмотрено около 300 человек, в том числе и дети. Начальник управления образования Светлана Ломакова в своем выступлении сообщила о реализации проекта «Родительский контроль», в ходе которого каждый родитель может оценить качество питания в школьных и дошкольных учреждениях. Также напомнила о том, что продолжается прием заявлений в первый класс. В настоящее время подано 2162 заявлений при плане 2500. Осуществляется также подготовка к проведению государственной итоговой аттестации. В настоящее время с сегодняшнего дня проходит обучение руководителей пункта проведения экзаменов, а также членов государственных экзаменационных комиссий. Также идет проверка оборудования. Проводилась на прошлой неделе апробация. Все выявленные недостатки будут устраняться с сегодняшнего дня. С отчетами о работе своих управлений выступили также и другие руководители. В том числе были подведены итоги масленичных мероприятий, проведенных во всех городских и сельских поселениях округа. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Всю предыдущую неделю мы пекли блины, вспоминали русские традиции и отмечали масленицу. Главное праздничное мероприятие муниципалитета состоялось у кинотеатра «Искра», где и побывала наша съемочная группа. По традиции масленичная неделя – это проводы зимы. Символично, что в этом году главное праздничное мероприятие округа совпало с наступлением календарной весны. Народные гуляния у кинотеатра «Искра» состоялись 1 марта. Здесь развернулась ярмарка, где можно было купить самые разные товары. Мы приглашали производителей, фермеров из разных регионов, не только Московской области, но и со всей России. С каждым участником отдельно прорабатывали, старались привезти полезные, здоровые, качественные продукты в город Видное. Кроме фермерских продуктов, здесь можно было приобрести изделие ручной работы, которое представило общество инвалидов. Нам предоставили благотворительно вот такую палатку, где люди с ограниченными возможностями здоровья могут выставить свои работы и заработать немножечко денег. И мы очень благодарны администрации Ленинского округа за такой подарок нам. И, конечно, какая ярмарка без развлечений? Спортивные соревнования на меткость и ловкость, битва на мешках для самых маленьких, состязания на силу и выносливость. Я раньше занимался геревым спортом, и уже сколько лет прошло, как я не занимаюсь, и хотел попробовать испытать свои силы. У сцены разместилась выставка «Чучел масленицы», которой подготовили образовательные учреждения округа. Многие посетители ярмарки с радостью фотографировались в их компании. А на память о праздничном дне можно было отпечатать специальную монету. Каждый может быть кузнецом своего счастья, и каждый является кузнецом своего счастья. Поэтому приглашаем всех отковать себе счастье. Сразу в нескольких палатках можно было угоститься главным масленичным лакомством. Участие в приготовлении блинов принял Моисей Шамаилов. Если он будет не комом, то это неправильно. Первый блин должен быть комом. Не надо нарушать, как говорится, закон. А второй уже получше пошел. А третий тем более. Сейчас все сделаем. С праздником всех! Рядом кипели настоящие русские самовары. Аромат дыма от топки добавлял колорита в праздничную атмосферу. Посетители ярмарки остались довольны. Мы только пришли, были на главной сцене. Очень классный флешмоб станцевали. Огромное спасибо организаторам. Вообще все здорово. Много мастер-классов, что игры есть, что можно выигрывать призы, рубли зарабатывать. Всех участников конкурсов и соревнований наградили памятными подарками. А завершилось мероприятие с сжиганием главного чучела Масленицы. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. В продолжение темы. В минувшие выходные гуляния прошли во многих местах округа. В том числе и в парке Сосенки и на территории усадьбы Тимохова-Саласкина. Подробнее в следующем сюжете. Провожать зиму принято весело и с размахом. В Ленинском городском округе масленичные традиции любят. На площадке в парке Сосенки собралось не менее 200 человек. Это мероприятие уже оно традиционное. Каждый год мы устраиваем здесь праздник. Масленицы угощаем всех жителей, кто приходит и блинами, вареньем, сгущенкой, чаем. Нам и погода способствует, и народу много, потому что мы провели большую работу. Реклама была всего этого, приглашали всех. Поэтому народ, в принципе, откликнулся и с нами празднуют сегодня. Пришло много родителей с детьми, ведь игры в Сосенках проводят любимый горожанами клоун Алекс, подготовивший много интересных соревнований. Кстати, некоторые присутствующие ребята почему-то уверены, что масленица – праздник исключительно для малышей. Большие просто едят в жилье и все, и смотрят. Разнообразили игровую программу мастер-классами. Танцевальная студия «Пять» и «Ройал Дэнс» вместе с ребятами под зажигательную музыку зазывали весну. Все с нетерпением ждали кульминации праздника – сжигания масленичного чучела. Масленица – праздник, символизирующий встречу весны. Наши предки искренне верили, что если не отметить этот праздник как следует, то можно навлечь на себя неприятности. Год будет неурожайный, да и весна сама придет поздно. На площадке в усадьбе Тимохова-Саласкина, кажется, об этой традиции знают. Задорные скоморохи и сама масленица здесь развлекали гостей танцами и живой музыкой. Какая масленица без солнца? Небо заволокли тучи, но света на празднике было много благодаря мастер-классу, на котором все могли сделать своими руками теплое солнышко. Игра на масленицу – одни из самых веселых детских забав. На площадке в усадьбе ребята остались довольны. Ну, например, сейчас было дружеское отношение. Мы были в одной рубашке, бегали по парам, чтобы не упасть, танцевали, ходили в работу. Без блинов представить масленицу невозможно. Гостям праздников Тимохова-Саласкина посчастливилось отведать любимое праздничное угощение, приготовленное Дмитрием Волковым. Блины пошли на расхват. На сегодняшний день не все масленичные традиции и обряды в точности соблюдаются народом. Но праздник, открывающий весну, любят. Румяные блины на столах – яркое тому доказательство. Александра Столярова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В 24-й раз в Ленинском городском округе состоялся конкурс «Рыцарь года». В финале за почетное звание боролись четверо старшеклассников из школ муниципалитета. В этом году темой конкурса стало предстоящее 75-летие победы советского народа над фашизмом. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Подробнее в сюжете Юлия Пагасьян. Дворец спорта видное. В воздухе витает волнение. За сценой последние приготовления к самой ответственной части конкурса «Рыцарь года». В финал вышли четверо молодых людей – школьников Ленинского городского округа. У всех большая группа поддержки. В выступлении каждого кандидата на победу принимают участие его одноклассники. Нашего кандидата зовут Роберт Шабаян. Настроение боевое у нас и у него. Сегодня постараемся удивить весь зал, чтобы все обладировали нам стоя, со слезами на глазах даже, возможно. Потому что номер у нас, я считаю, очень трогательный. Как долго готовились? Было ли это сложно для вас? Ну да, безусловно, было сложно, но мы все справились, мы смогли. Номер прекрасный, надеемся, что вам понравится. Не понравиться выступления всех финалистов не могли, ведь каждое из них – настоящее шоу. В этом году конкурс был посвящен 75-летию победы советского народа над фашизмом. Например, ученики Видновской гимназии подготовили номер об инженерах и медиках времен Великой Отечественной войны. Наша визитка – это целый мини-спектакль. Там рассказывается про партизана Кузнецова. Я думаю, что у нас очень большие шансы. Конечно, соперники сильные. Есть много того, что могут они, но не можем мы. Но вместе мы команда, вместе мы прорвемся и все сможем. Устремиться первой, теряя кровь, мы уйдем от нашей с тобой войны, от моей невысказанной вины. Начался финал традиционно с награждения всех участников конкурса «Рыцарь года». А их в этом году было немало. Ребята со всего муниципалитета захотели принять участие в этом престижном юношеском состязании. С приветственным словом перед участниками и зрителями выступил первый заместитель главы администрации Ленинского района Дмитрий Волков. Финал «Рыцарь года» 2020 – это всегда особенный момент в жизни и в истории Ленинского городского округа. Мы уже 24-й раз с вами встречаемся. Я здесь отдельно хочу поблагодарить все учительство нашего любимого видновского края за то, что всегда в духе патриотизма вы задаете планку выше и выше тех страниц истории, которые мы, конечно же, никогда не забудем. Пожалуй, самым трогательным моментом всего финала стало выступление ученика 5-й видновской школы Роберта Шабаяна, когда на сцену вышли ветераны, проживающие в округе. На лицах людей в зале появились слезы, но эти эмоции не смогли Роберту помочь выиграть конкурс. «Рыцарем года» в этом году стал… «Рыцарем года» вращается. «Рыцарем года» вращается. «Рыцарем года» победителя. «Я и моя команда очень рады и в первую очередь рады за свою команду, потому что мы работали вместе и вместе добивались нашей единой цели. С «Рыцарем года» определились. Теперь осталось выбрать видновчанку 2020 года. По традиции, этот конкурс проходит в самый разгар весны, и ждать осталось совсем немного. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ульга Садовская. ВиднетВ. В районном историко-культурном центре для учеников 8-го Б-класса 1-й видновской школы провели урок мужества. Он был посвящен одной из самых ярких и героических страниц Великой Отечественной войны – битве за Сталинград. Побывала на нем и наша съемочная группа. Подробности у Максима Козлова. «Козлова, Сталинград, Битнеры интересуют по стольку, по стольку. Так, еще один год на карте. А чтобы идти дальше, нужно захватить волку и разрушить военные заботы Сталинграда». Подобные уроки мужества, посвященные событиям Великой Отечественной войны, вряд ли можно назвать уроками в привычном понимании этих слов. Здесь органичным образом переплетаются кадры, кинохроники и фотографии, воспоминания фронтовиков и исторические факты. Не хотела делать в виде урока статично, а через эмоции, через зрительный ряд преподать так, чтобы ребята это поняли и не забывали. А очередной урок посвящен Сталинградской битве по жанру. Это мероприятие скорее историческое, литературно-художественное представление, задача которого не сухое перечисление фактов давно окончившейся войны, а живой взгляд на события. «В школе уроки строятся по выстроенной схеме, по фактам из учебника, и там в основном преподается как строго по формуле. Здесь нам показывают как история, это как путешествие в прошлое, тем более в таких вот декорациях, как здесь, эти факты из настоящего прошлого». Урок посетила Ольга Рябова. Она дочь участника Сталинградской битвы Юрия Васильевича Рябова. Он служил в 53-й гвардейской минометной дивизии и прошел всю войну. В ЭКЦ Ольга Юрьевна пришла не с пустыми руками. «У нас был в семейном архиве создан фильм про Юрия Васильевича, именно про военные события. Вот сегодня я этот фильм передала в наш историко-культурный центр». Над уроком Татьяна Зырянова работала несколько месяцев. И стоит думать, вновь полученные исторические документы также будут использованы при подготовке следующих уроков мужества, посвященных Сталинградской битве. «Материал из фондов нашего историко-культурного центра послужил основой. И это были воспоминания ветеранов Сталинградской битвы, участников Сталинградской битвы, наших земляков. И они вот так точно легли как раз на кадры кинохроники». Следующий урок мужества пройдет уже 4 марта. Он будет посвящен событиям афганской войны. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Скандинавская ходьба продолжает завоевывать мир. Людей со специальными палками для ходьбы можно встретить где угодно. На пляжах курортов, в городских парках и даже на деревенских улочках. Например, в деревне Калиновка. Туда в гости к членам клуба «Активное долголетие» отправилась наш корреспондент Екатерина Борисова. В деревне Калиновка с прошлого года работает клуб «Активное долголетие», созданный при досуговом центре «Юность». С октября здесь проводят занятия по скандинавской ходьбе. Они образовались совершенно спонтанно, самостоятельно. То есть начали ходить и впоследствии мы все это образовали в кружок. Нам досуговый центр «Юность» предоставил форму. И теперь в понедельник, в среду, в пятницу наши жители активные ходят по деревне 1,5-2 километра. На данный момент в группе 10 человек, в том числе 3 семейные пары. Но количество участников постоянно растет. Руководит кружком инструктор по скандинавской ходьбе и по совместительству староста деревни Ольга Николаевна Гажеева. По времени раньше полчаса 40 минут, сейчас уже больше часа, полтора. Ну, по самочувствию и, естественно, по погоде. Самые подготовленные за одно занятие проходят около 5 километров. Но каждый может выбрать свой уровень нагрузки. Помимо собственной ходьбы, пенсионеры занимаются на расположенной неподалеку от центра – спортивной площадки. Занятия на свежем воздухе дают положительные результаты, уверяют пенсионеры. Снижается вес, улучшается самочувствие и настроение. Вообще очень даже хорошо. И для здоровья, и для бодрости духа. И вообще очень прекрасно. Не чувствуем себя одинокими. Мы тут вместе в коллективе. Мышцы отпускаются уже не такие, они как бы скованные. Ну, движение – это же жизнь. Замечательно это просто. Воздух, солнце. В общем, все хорошо. Здоровье, общение. Участники программы «Активное долголетие» с пользой проводят и свой досуг. Ездят на экскурсии, ходят на концерты, участвуют в музыкально-тематических вечерах и праздничных программах клуба. Словом, скучать им некогда. Екатерина Борисова, Сергей Ларин. Видно этого. На сегодня новостей больше нет. Желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова